Я не с того, у меня и мать, и отец. Не знаю, что без него делать. Ура! Ура! Здравствуйте! Привет! А Миша где? А Миша не спит еще. А-а-а. Я Марина. А, Настя, извини. Чуть не подгорел. Мне Миша не говорил, ты в пединституте учишься? Ну да, я уже закончила, вот в эспирантуру собираюсь. А я тоже туда поступать хотела. Но вовремя одумалась. Туда же одни девчонки поступают. Я как представила, что я пять лет буду в бабском коллективе учиться. Ну, я же не за этим туда пошла. Ну, знаешь, Настюша, это тоже важно. Нет. 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 Мы с Маринкой спать ложимся. Малыш, ну ты чего такая? Ничего. Что он теперь, сидим у нас ночевать будет? Ты чего? Конечно, нет. Ты ведь меня знаешь. Я и со мной, и с женщиной долго. Угу. Да? Нет. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот жила быта. Могли побольше подарить. Вообще ничего, весело было. Только сестра твоя все время куксилась. У нее все время настроение такое плохое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не привыкла еще. Мы с ней столько времени в плоем жили. Теперь ты появилась. Ну ты ж должен был когда-нибудь жениться. Мне все же время с ней нянчиться. Могла бы порадоваться за брата. Да ладно, не парься. Она просто пытается пометить территорию. Угу. Мне кажется, что не просто меня больше не любят. Настя, ну да чего. Ну кого ему еще любить? Ты ему самый близкий человек. Ну да. Слушай, а может, правда, квартиру разменять, а? Ты же максимум где комната в коммуналке. Тут даешь, подруга. Фиг она пойдет в коммуналку. Марина твоя. Она за эту квартиру до последнего держаться. А зачем ей со мной воевать тогда? Потому что она тебе из квартиры тряхнуть хочет. В общагу или еще куда-нибудь. Ты подожди. Квартира моя и Мишкина? Она вообще к этому отношения не имеет. Ну так попробуй ее в этом убедить. Маленька, слушай, а когда обедать будем, а? А ты у Насти спроси. Она тут тоже живет. Может хоть раз приготовить. Да ладно, ну ей некогда, у нее аспирантура, ведь ты знаешь. Ай, я беременна. Должна за ней ходить убирать, готовить. Да она палец о палец не ударит. Миша, у меня токсикоз, мне покой нужен. Хотя тебе на это все равно. Победали. Молоко убери на место. Молоко. Что за дурацкая привычка пить из бутылки, а? Миш, ты чего? Чего? Потому что следить за собой надо. Ты не одна живешь. Правильно. Правильно Маринка про тебя говорит. Интересно, что твоя Маринка правильно про меня говорит. Да то, что избаловал я тебя, что она говорит? Ты взрослая девка, а тебе постоянно няньки нужны, чтобы он следить за тобой. Стой. Конечно. Брату-то пиво не догадалась купить? Миш, я подумала. Мне кажется, надо лучше разъехаться, потому что это невозможно так жить. Мы же чужие друг другу стали, Миш. Куда мы разъедемся, а? Я не знаю, но можно квартиру разменять на две комнаты. То есть ты предлагаешь мне, женой, с ребенком перенехать в комнату в коммуналке, да? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь, а? Миш, мне-то что делать? Скажи мне, пожалуйста, вы же меня задужите с города вдвоем, ну? А попроси. Ну, возьми, попроси комнату в общежитии. Ты аспирантка, тебе дадут. Скажи спасибо, что тебя мама с папой не слышат. Так все, ну, начинай! Это ты не начинай! Не уеду я никуда, понятно? Потому что квартира и моя тоже не уеду, не дождетесь вы! Сафонова, ты понимаешь, что ты у меня просишь? У меня на очереди два десятка ребят из деревень. А я должна тебе дать комнату? Извините. Сафонова! Не приходи ко мне больше с такими просьбами! Хочешь, бросай аспирантуру. Поезжай вон в деревню. Там тебе будет и работа, и жилье отдельное тебе там будет. Хочу. Что? В деревню хочу направление, выписывайте. В деревню точка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На вот горячую попей ДимаTorzok 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 Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Молоко, яйца я могу тебе свои продать. Было бы очень здорово, спасибо вам большое. Ну, хлеб просто так дам. Спасибо. Павлуша, Виталька, бегом в дом. Принесите яйца, хлеб и молоко. Бегом, бегом. Стоять. Пашка, скажите, пусть от телека оторвётся и сюда идёт. Ага. Ну, чё? Чё-чё, поздоровайся. Здрасте. Здравствуйте. Пашка, давай бегом за водой и печку надо растопить. Сейчас сапоги одену. Да вы мне только покажите, что как. Дальше-то я уж сама справлюсь. Ой, куда ж так много-то? О, пригодится. Давай, тихонько. Виталька, спасибо вам лучше. Молоко. Спасибо. Так, давай, Виталька. Ага. Там яйца. Да, спасибо. Я сейчас за деньгами сбегаю. Да ладно, потом, потом. А ты наша новая учительница? Да, только не ты, а вы. Я же всё-таки учительница. Не волнуйтесь, наочим. Ну, чё, учительница? Давай помогу. Спасибо. Спасибо. Поняла, как печку забить? Угу. Заслонку не забудь открыть. Угоришь. Поняла. Так, за водой. За водой мы ходим через улицу. Ну, я по возможности буду тебе сам приносить. Спасибо. Может, с молока хотите? Опилисим этого молока уже. А ты, значит, Настя? Анастасия Николаевна. Не надо так на меня смотреть, ладно? Хорошо, Анастасия Николаевна. Не буду. Ну, ты, если что, зови. Да, ну, мы сама справимся. Анастасия Николаевна. Ну, ты, если что, зови. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, все, хватит Бежите отсюда, все Настя, вставай, дочка Пока учителя не разбежались Остро вопрос не стоял Ой, щас А теперь каждый день из района Звоночек, закрывайте школу Закрывайте школу Я вообще не понимаю, как вы выжили Так и живем, еле-еле Родители помогают И даром, что я глава администрации Я здесь и математик, и чтение веду И Васильич, дай Бог ему здоровья У нас и завхоз И трудяга Хоть и руки из одного места Ох, язву ты, Лариса Похвалить хотела Все-таки припечатала А вас похвали На шею сядете Прошу А вот это наша гордость А вот Это наш земляк Георгий Михайлович Карпов Подарил нам этот компьютерный класс Впечатляет Он наш район С колен поднял Ферму построил Всем работу дал Повезло вам земляком Ой, проходите Не помешало? Нет, 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 что вы Наоборот Вы проходите, садитесь Так Садитесь, сейчас будем чай пить Ага, так Оп Так, сейчас Ой Ой-ой-ой Красотища какая Спасибо вам, ваш Павел так помог мне Да, Павел Павел мой племянник Живет у меня Понимаешь Сестра моя Ну, мать его Она умерла А Павел пока был в армии То отец его тут подженился на одной Ну, да, он продал Уехал Пашка вернулся Николай не двора Никому не нужен Ну, такая вот тяжелая судьба Понятно А с ногой у него что? А Это ранение Понимаешь, он не просто в армии был А в горячей точке Ну, вот друга там спасал Да Ничего себе Подождите, а на что он живет сейчас? Ну Пашка у нас на все руки мастер Он может и насос отремонтировать И мотор перебрать Кому надо, может, крышу перестелить Люди его любят Жалеют А что вчера не пришел? Занят был И где занят? Училка нового приехала Я ее печку учил топить Больше ничему не учил Да ладно, тянюсь Красивая она? Смешная Вот такой вот росточка Глаза как фары Пашка А ты никак влюбился? В училку-то, а? Да ладно тебе, а? А то я не вижу Аж разрумянился весь Ты бы ее видела Здесь пусто Что спереди, что сзади Все одно Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok 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 зачем слушай может быть выпьем о чем соседи все таки у меня нет спиртного правда у меня есть нет я не пью нет а мы не гордые ну ты вроде как спас меня да чё смотришь ну давай благодари смысле пущи ты меня совсем с ума сошел иди отсюда и 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 На пару крючком коленку положи, ага, и раз. Может, все разнобой делают. Ну-ка, давайте. Да. Оп. Друга. Видишь? Дальше. Дальше. День добрый. Ой, Лариса Ивановна, здравствуйте. Проходите. Ну что, обустраиваемся? Ну вот, помаленьку. Ну как тебе наши дети? Ой, да детишки замечательные. Ну, по проблеме отстают. Ну, здесь у нас секретов не было. Вы же сами знаете, какие у нас учителя. Сегодня здесь, завтра там. Наши дети неделю учатся, а две недели по домам сидят. Ну, мне кажется, не только в этом, вернее, дело. Просто меня одной мало, понимаете? Ну, вот смотрите, у меня сегодня на уроке сидело три класса. И что, первая классика, я только заобъясняю. А третья классика скучают. Это же не дело. Ну, так что конкретно предлагаешь-то? Если предложить хорошую зарплату. Но обязательно кто-нибудь приедет, так же, как и я. А где я возьму тебе хорошую зарплату, а? Ты что выдумала? Мне крышу перекрыть в школе не за что. Рамы насквозь прогнили. Всем хорошую зарплату подавать. Лариса, взять. Лариса, я не знаю. Если попросить родителей раз в месяц платить какую-нибудь сумму, если все в месяц сложить, как раз хватит на зарплату поручить. Ты что, милая моя? Хочешь, чтобы с моей должности меня поганой метлой погнали? У нас образование по закону бесплатное. Бесплатное. Да знаю я, что бесплатное. Просто по тому же закону вашу школу давно должны были закрыть, как малокомплектное. И что, родителям в пять утра вставать вести детей в райцентр? По закону. Здрасте, Анастасия Николаевна. Здравствуй, Наташа. Здравствуй, детка, здравствуй. А вообще у нас народ-то не бедный. Ну, половина отца в Москве на заработках. Ну? Что ну? Я по должности не могу. Не могу предложить такого. А я могу. Мы сможем купить для ваших детей новые учебники, доски. И что самое главное, сможем пригласить еще учителей. А вот скажи мне, Лариса Ивановна, кто мне за мои деньги поручится? Я их за дочь сдам, они уйдут не по назначению. Ну, Денисыч, не ожидала от тебя. Ладно тебе, Денисыч, сказал тоже. Я насчет Ларисы уверена. Та и Настя по всему видать человек надежный. Согласна платить? Ну, и я буду платить, если уж Нина согласна, не будет против. Ну, а кто хочет завхозом в школу пойти? Я хочу завхозом. Я, говорю, тебя хочу поблагодарить за то, что мне жизнь у вас. Давай, благодари, говорю, давай. Хрячь по морде, дала и все. Ну, че такое, ну? Дурак ты, Башка. Коль она не пьет. Ну, не пьет она. Ну, на кой ей твое пойло? Это же Нинючка. Ну, вы че делать-то? Ну, тут как. Ну, может, цветы. Или духи хорошие. Вот, понимаешь, ну, как-то тоньше. Она же учительница. Анастасия Николаевна, вода пришла. Анастасия Николаевна, вода пришла. Анастасия Николаевна. Анастасия Николаевна. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok можно заходи заходи я тут настя с тобой поговорить хотела ты девушка много-то на себя не бери каком смысле а в таком приходила мама мельникова сене говорит что ты против ее воли мальчика после уроков заниматься оставляешь все нет сдает по программе вы же знаете ему нужны эти занятия настя сеня больной мальчик с ним занимайся не занимайся толку не будет а матери лишние нервы а я вам как педагог говорю что толк будет просто мальчику нужно чтобы в него поверили а я все сказала мальчика не оставлять хорошо извините это не все про пашку хочу спросить что про пашку да бабы на селе свистят что-то специально с родителей деньги собираешь чтобы своему мужику хорошую ставку положить я надеюсь вы вы же им сказали что это неправда что я могу ну в общем паши я понял понял иди ты паша на да а то мне за тебя перед людьми стыдно важно ты чего я вообще не это хотел сказать баба бог знает что болтают ты что теперь вешаться я просто хотела посоветоваться с тобой что делать что делать а ты на район поезжай найди себе нормального мужика не инвалидов почище что ты несешь а чё несу знаете что но оставь никого мы без вас как-то жили и проживем паша паша Паша, стой, ну пожалуйста, стойись Прости, я Я правда не знаю, что делать У меня же никогда такого не было Пойдем, ну Так, ну и что, столпились? Машину никогда не видели, а? Это же суперкрутая машина Вы же хорошо учиться, Виталик, вырастешь, что же на такое заработаешь? Быстренько, опаздываем Давай, давай, давай Сенечка, дальше продолжай Ну просто найди знакомые буквы, хорошо? Спасибо Спасибо Проходите Вот Георгий Михайлович Та самая Настя Ну, здравствуй, Настя Услышан о твоих подвигах Спасибо тебе за ребят Вам спасибо, не выйдите, пожалуйста, из класса, вы мне рук срываете Ну хорошо, хорошо, мы пойдем До свидания, Анастасия Николаевна До свидания, Анастасия Николаевна До свидания, ребят Лариса, ну ты же сама все понимаешь Детей мало, две трети класса пустуют Помещение сырое, нужен капремонт Ну потерпим еще Я не знаю Вы просили зайти? Да-да, заходи Настя, здесь Георгий Михайлович Хотел побеседовать с тобой о нуждах нашей школы Ты же кое-что лучше меня уже знаешь Ну а что, учебники новые нужны Поскольку у нас в советское время не остались Потом пособия, констовары Ну вы сами знаете, как далеко магазин, да? Ну я кое-что там прикупил Остальное напиши список, докупил То, что надо И шрифт крупный Коробку тебе, Васильич, в учительскую принесет Не ожидала Да ладно Я рад, что попал на самом деле Думал, маленький еще Родновато будет Да они у Насти читать навострились Скоро Толстого придется привозить Молодец, уважаю Нет, просто дети способные Вот и весь секрет Ой, да ладно, не приподняйте Я год назад сюда же приезжал Те же дети Что первый, что третий класс То есть они даже булку не знали Ладно, спасибо Ну, все, мне пора Всего доброго Еще раз спасибо Обращайтесь Анастасия Николаевна Николаевна Здрасте Здрасте А? Давайте подвезу Да нету 200 метров Повез пролетим Не нацелить Да не хочешь на машине Давай просто так провожу Я вам говорю У меня недалеко Слушай, а давай завтра За концтоварами поедем, а? Тебе что-то тоже надо? Если понадобится То я сама Ну, куда ты сама? Ну, поехали Или ревнивый муж тебя не пускает Говорю же Я все решаю сама Ну, да ладно Тогда я завтра заеду Он работой Полуобласть обеспечивает Представляешь? А сам начал простым работягой Не то, что я Паш, ну ты что Ну прекрати Ладно Спать пойду Устал А вы посуду помойте? Паша, ты нужна для школы Делай ты что хочешь Слушай, а какого черта Я вообще у тебя разрешение спрашиваю, а? Парень, куда хочешь? Катайся на мерседесах Я себе попроще найду Без высшего образования Здравствуйте Привет Простите меня, но я не поеду А репу не пускает? Говорю, сама, сама все решает Нет, это я сама решила Ну да, спецнек, что надо Личные просьбы тоже выполняю Это для школы Стой, 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 стой Я пока Я пока А сейчас Не бойся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимай DimaTorzok DimaTorzok Да, слабова ты для училки, она девка с характером, а ты так, ошибка природы Вали отсюда, муж Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Девчут Куриот Да, я всё понимаю, молодая, кровь бурлит, хочется подвигать, но ты здесь человек новый. 是ız не чужая. А я вам связался с ним. В соседней деревне вырос. Я каждую собаку здесь знаю. А при чем здесь это? А при том, если бы я ферму здесь не построил и денег бы не пригнал, то, наверное, бы все с голоду сдохли или спились. Понимаешь? Ну, да я мог бы спокойно плюнуть на эту деревню, заниматься бизнесом в Москве. Все было бы очень хорошо. Но я не могу, не хочу. Вот здесь моя родина. Понимаешь? Вот здесь моя родина. Родина я приняла школу. Зачем закрываете? Вы понимаете, каково будет? Детям и их родителям. Ну, для детей мы дадим автобус родителей. Для родителей будет работа. Ты это понимаешь? Понимаю. Ну, это когда мужики молодые не могут спокойно ездить на заработки в Москву, а когда сил нет. Вон, для баб здоровых нет работы. Молодые и здоровые от скуки пухнут. Вот они бодочкой и веселятся. А теперь представьте. Маленькие дети зимой в пять утра два часа трясутся в автобусе. Они из простуды вылезать не будут. Понимаете? Какая школа? Настенька, я же сказал, мы дадим замечательный новый автобус. Плюс дороги проведем. Тогда через год. Слушайте, я правда не понимаю, для чего вы купили учебники, тетради? Зачем? Вы же изначально знали все. Ну, во-первых, я не знал, дадут ли денег или нет. А если бы не дали, то была бы баста. А во-вторых? А во-вторых? А во-вторых? Ты сама этого не понимаешь? Понимаю. Только школу вы не закроете. Я написала письмо главе района. И прошу вас всех подписать. Да больно ты умная. Нам Георгий как отец родной. Нет, я подписывать не буду. Верно говоришь, что ли? Не станем подписывать. Послушайте, ну это ваши дети. Ой, а я подпишу. Мои так болеют, в школу не ходят. А в район мотаться будут. Совсем бездарями останутся. Спасибо. Я, пожалуй, Ваньку свою хочу тоже тут оставить. При вас, Анастасия Николаевна, он хоть на человека стал похож. Спасибо. Спасибо всем. Паш, иди домой, а. Здесь мы тут. Паш, ну... Ну, Настя придет, а... А тебя там нет. Настя сегодня сказала, иди ты, катись. Я ни за что не поверю, что Настя тебе так сказала. Чего тебе? Да вот, решила у тебя яиц прикупить. А свои яйца что, кончились? Кончились, Нинок. Пашка, а что ты здесь сидишь? Оттуда вы прогнали? Язык попридержи, а. А что я такого сказала? Просто все говорят, вот и я говорю. Кто? Кто говорит? Ой, а то ты не в курсе. Говорят, что училка твоя с Георгием шашни крутит и в город с ним собирается. Вот пригрели змею, а. Ты че, Мелеш? Ты что, не знаешь? Настя против Георгия пошла. Всю деревню подняла, когда он школу решил закрыть. Ой, наимная ты, Нинка. Или притворяешься. Да это она людям пыль в глаза пускает. Днем с ним воюет, а вечером постельку стелет. Пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда. Да ладно? Да ладно, че я спрашиваю? Вон пошла, я говорю тебе. Че я сказала? Чтоб ноги твои здесь больше не было, поняла? Слушай, Нинка, совсем у тебя крыша без мужика съехала. Ты говоришь, иди. В третьем, что ли? Что? Сговорились все, что ли, да? Настен. Настен, детка, проснись. Настен. Пришел? Это я пришла. Бориса Ивановна. Че дверь не закрываешь? Я просто думала, неважно, что, что-то случилось? Случилось. Что это значит? Отказ? А я что говорила? Я говорила, все бесполезно. Так. Дайте мне машину, я поеду в город к губернатору. Куда? Возьмите. Иван Александрович. Вот, рвется. Говорит, что с Георгием Михайловичем приехала. Ну, что вам нужно, девушка? Что? А это та учительница из той школы. Помните, Георгием Михайловичем? А, понял, понял. Все нормально, политическая идея. Ну, что вы хотите? Иван Александрович, я приехала вас спросить, чтобы вы не верили этому человеку. Понимаете, дело в том, что наша школа, она... Стоп, 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 стоп. А ты что, ничего не сказал? Нет, не успел. Дело в том, девушка, что этот человек, как вы его назвали, сейчас отказался от притязания на вашу школу. Хотя я уже был готов удовлетворить его просьбу. Настя, Настя! Ну, куда ты выглазала, а? Да просто мне стыдно стало, правда. Я о вас плохо подумала, а вы, оказывается, совершенно другой человек. Ну, если честно, то мое мнение по поводу школы не изменилось. Почему вы тогда отказались от своей затеи? Когда мужчине нравится женщина, то он готов сделать так, как она хочет. Знаете, я... Я лучше пойду, меня вон Васильевич ждет. Настя, ну зачем Васильевич, а? Поехали на моем красавцу. Васильевич! Выезжайте! А Настеньку я сам отвезу. Пойдем. Здорово, Васильевич. Здравствуйте, Настя. Ты же вроде Настю отвозил. Привез, что ли? Вез, да не довез. Ее Георгий перехватил в город. Сказал, что сам привезет. Бог ты мой! Какие люди и без охраны! Есть чего выпить? Мне тогда 23 года было. И я не знал, что в женщине главное, чтобы ум и доброта были. Как тебе? Настя. Ты самая красивая. А давайте счет попросим. Хотелось бы до темноты вернуться. Счет принесите, пожалуйста. Давай. Твои училки. Не, а сам к училке. Не. Что? К Нине, к Нине пойду. К Нине. К Нине. Пашка. Пашка. А! ИНУЛНИ! Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Ну да, правильно Ты об этом не пожалеешь, клянусь Паша, Настя пришла Попрощаться Пока Паша 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 Не сдохну. Субтитры создавал DimaTorzok Останавливай. Что случилось? Останавливай, пожалуйста, машину. Паш! Паша! Паша! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Паша! Паша! Ты его не получишь. Паша! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok